аллилуйя слава тебе господь прекрасный чудесный великолепный сын божий аллилуйя мы славу поем тебе мы превозносим имя твое святое от века и до века ты бог ты царь ты царствуй царствуй наших сердцах наших семьях местах где мы живем и через распространяй свое благоухание ты собрал нас здесь воедино и помоги нам духом святым привносить царство небесное везде и всюду чтобы благоухание твое распространялось чтобы люди познали тебя чтобы мы были еще ближе к тебе и чтобы мы были едины ты в нас и мы в тебе во имя иисуса аминь аминь давайте скажем аминь аминь замечательно замечательно мы сейчас сразу помолимся за галину чтобы она была не пассивным у нас участником активным участником галина с голосом небольшие проблемки поэтому эту проблему сейчас будем устранять именем иисуса христа и кто первый давайте вот так вот прям стартуем кто первый помолится за восстановление голоса можно мне лена конечно леночка конечно пожалуйста аллилуйя дорогой господь мы приносим пред твоим престолом благодати на крыльях молитвы галину мы приносим господь твою божью божью доченьку господь она нуждается в исцелении прямо сейчас господь господь ты сказал своем слове ранами моими вы исцеляетесь мы сейчас берем это местописание встаем на него и говорим написано ранами иисуса христа галина исцеляется ее голосовые связки восстанавливаются ее голос и источник который вот это дал это заболевание просто прямо сейчас мы повелеваем тебе просто засохнуть и убраться из ее организма восстановление восстановление полное восстановление голоса связок и всех других частей горла ее организма от макушки до пят господь спасибо тебе что ты уже нам давно давно две тысячи лет назад сказал что ранами моими вы исцеляетесь господь спасибо тебе во имя отца сына и духа святого аминь они сразу поправочку внесем ранами иисуса вы исцелились это решенный вопрос господь не исцеляет он исцелил вы чувствуете разницу и это наш ум поэтому если мы будем занимать вот такую радикальную позицию как написано в писании ранами иисуса ранами его вы исцелились вот на это давайте скажем аминь 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 исцелились всегда в конечном варианте это решенный вопрос все остальное господь уже давно произнес и по другому он про исцеление не скажет вы чувствуете да это конечно очень сильно потому что мы совсем недавно говорили о этой теме на другой площадке и для кого-то это стало откровением что бог никому не исцеляет он уже исцелил и мы дыханием жизни божией дышим этим исцелением всякий раз если это откровение нами получено в то место где есть заболевание мы говорим что любая проблема в любая немощь в галине ты нелегально находишься мы заявляем тебе что ты пришла сюда ложными путями потому что галина исцелена ранами иисуса христа и мы знаем истину и этой истиной мы сокрушаем всякую немощь и всякую болезнь телу говорим восстановиться голосу восстановиться иммунитету подняться немощи уйти вон на голгофу под власть иисуса мы прославляем тебя иисус за твое радикальное слово ранами твоими мы исцелились и давайте скажем аминь аминь галина с нами сегодня будет он на так слава богу драгоценные всегда относитесь болезни как врагу мы много говорили об этом его надо побеждать потому что мы исцелены по какому праву он вообще приходит сюда и кого он хочет обмануть те кто знает истину не будет этого во имя иисуса у нас сегодня такая интересная тема но прежде чем начать тему кого-то срочно надо благословить срочно надо несколько человек в команде благословить и пожалуйста пророческое слово для членов команды и кто будет этим человеком кто хочет пророчествовать у кого в сердце уже это есть потому что как только лариса имя да есть и поток божий на пророчество лариса пожалуйста аллилуйя слава господу благодарю тебя господь за твое слово которое ты сейчас послал нам и я говорю господь говорит нам дети будьте смелы и мужественны еще раз говорю дети будьте смелы и мужественны и вы вы львы из колена иудина и зарычите зарычите мощным рыком дайте глаз чтобы услышали и узнали что я вечно живущий господь я владыка владык засвидетельствуйте о мне я желаю этого и я посылаю вас я люблю вас и благословляю вас аминь аминь давайте скажем аминь аминь и пожалуйста личное свидетельство кто хочет пророчествовать ольга ну я могу сказать но у меня как бы два момента есть первый наверное все таки для команды потому что перед тем как служение началось я ходила пела песню напои меня живой водой и и увидела такую картину когда господь говорит а почему тебе одно я вас всех напою я увидела такой знаете сначала горную река потом водопад а потом просто вот все было из воды волны то есть я какой-то такой поток водный почувствовал очень мощный поэтому я думаю что сегодня бог нас всех напоить живой водою и буквально час назад я пересматривала на запись воскресную и у меня было слово для ольги салиной но я вот сейчас посмотрела ее нету я все-таки скажу я думаю что она прослушает я просто я увидела как очень большую такую большую мягкую комфортную женщину я не видела в своей жизни конечно ни разу но я обратила внимание на то что не были очень огромные очки и было такое слово что господь он возможно она плохо видит не знаю точно но господь сказал что в духовном мире он настраивает все для нее для того чтобы она в духовном мире именно видела очень зорко очень четко вот хотела я это передать аллилуйя спасибо катя давайте мы споем напои нас живой водой давай напои напои господь живой водой напои 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 в Аллилуйя, Аллилуйя, Святому Богу хвала, Аллилуйя, Аллилуйя. Святому Богу хвала, Аллилуйя, Аллилуйя, Святому Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Слава, 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 Слава Тебе, Господь. 13.13 только что было. Господь сказал истинно, истинно, хвала, это мощнейшее оружие. И мы с вами сегодня поговорим об исцелении, опять же, об исцелении класс такой, поэтому мы всегда говорим об исцелении, мы всегда говорим о свободе здесь на этой площадке, за редким исключением. Когда что-то нужно сказать срочно команде, и это делает, конечно, дух святой, какие-то сезоны особо обозначает. Мы будем говорить об эмоциях, потому что существует много людей больных не физически, а эмоционально. Есть также и больные физические, чьи функциональные расстройства обусловлены эмоциональными или духовными расстройствами. И страдая от таких эмоциональных нарушений, ну, часто у этих людей она более интенсивная и калечащая по сравнению с физическими повреждениями. Распознать порой сложно, распознать порой сложно. От чего же, что же явилось причиной? Где это стартануло, внедрение? Потому что сломанная нога вызывает больше сострадания и предупредительности, чем сломанное сердце. Его не видно, что оно сломано. Поэтому, когда человек со сломанной ногой, ему и место в автобусе уступят, и понимают, что человек сейчас не может делать то, что он может, а сломанное сердце и церковь в том числе, почему возникла душа попечения, попечения души, да? Потому что душой очень долго пренебрегали. Душевная, бесовская, все соединили воедино. И само собрание святых, оно часто пренебрегает областью эмоций. Как мало такое касающееся Бога, его служения, его призвания и как бы не особо играющие роли в христианской жизни. И, конечно же, слово «однако». Однако. Эмоции все же существуют. И если они открыты для доступа только в том направлении, что это плохо, это мир, это плоть, это дьявол, тогда душа, она обязательно выстрелит. Зачем мы тогда удивляемся, почему христиане подвержены нервным срывам, другим таким вот эмоциональным проблемам различной тяжести и депрессия в том числе, тоже она пришла в церковь. Она пришла в церковь. И надо запретить это делать. Надо заняться душой. И многие знают, но тем не менее мы поговорим в этом ключе, что такое эмоция. Мы еще раз обговорим эти вещи, посмотрим какие-то ключи к тому, чтобы эмоцию ее видеть, не пренебрегать ей и не преувеличивать то, что происходит в эмоциональном плане. Это чувство или склонность. Отсюда, в принципе, привязанность. Эмоция порой вызывает привязанности людей. Тем не менее, не все чувства являются эмоциями. Когда мы с вами испытываем, ну, например, чувство боль. Понятно, что это не эмоция, да? Сонливость или голод. Такие соматические чувства. Чувства, но это не эмоция. Эмоция – это физическая наша реакция на воздействие. Либо наша внутренняя реакция, либо внешняя реакция, такие как, например, шум может вызвать, там, испугать нас, да? Шум может нас испугать. Это может воздействовать, внешние признаки могут воздействовать на внутреннее наше состояние. Оскорбление может рассердить или вызвать ответную реакцию даже. Такого же плана. И это уже внешнее на внешнее, да? Оскорбление, конечно, может рассердить или взгляд на человека, оказавшегося там в глубокой нужде, может вызвать чувство жалости, сострадания. Реакция, которую мы испытываем в таких ситуациях, она сопровождается чувствами, чувствами, которые могут также стать причиной изменения, как это не прискорбно, физического состояния или ощущения. Мы единый организм. Между духом, душой и телом забора не стоят. Поэтому реакция, которую мы испытываем на какие-то ситуации, и мы почувствовали, могут стать причиной физического состояния. Вот почему важны грамотные, обученные служители в том числе, и мы должны быть обучены как лидеры, будущие лидеры. Как же все-таки это распознать? Как мы, когда мы сердимся, мы возбуждаемся, и наши мышцы напрягаются. Когда мы нервничаем, у нас сохнет во рту, потеют ладони. Давайте из Писания одно место такое посмотрим. Как пример. Книга Иова, 4 глава, и прочитаем два стиха. Да, почитаем два стиха, хороший пример. 4 глава, 13, 14, 15 стихи. 14, 15 стихи Иова. С царями и советниками земли. Извиняюсь, нету немножко. Начала читать не с того места. Объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне. Казалось бы, ужас объял, причем тут кости, да? Дух прошел надо мной, причем здесь волосы. Хороший пример. Физические ощущения. Крайне эмоционального толка. Толка. Стресса даже, я бы сказала. Еще одно место прочитаем. Исайя, 21, с 3 по 4 стих. От этого чесла мои... Я просто саму эмоцию выдергиваю. Не общий контекст даю, а эмоцию выдергиваю. От этого чесла мои трясутся. Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу. Я взмущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет. Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя превратилась в ужас для меня. Человек увидел сон. И вот такая реакция. Потому что эмоции являются физиологическим таким двигателем. Они могут привести в движение человека. Реально. И когда нам говорят там, не огорчайся, не обижайся. Не обижайся, но ты уже обиделся? Или не бойся? Ну ты уже испугался? Там, прошу там, не огорчайся. Ну ты уже? Ну ты уже, как бы уже. Поэтому давайте все-таки на эти вещи посмотрим. Эмоция, она немножко впереди, как бы бежит ума человека. Эмоции побуждают нас. И мы побуждаем ими к действию или противодействию. Вот о чем мы говорили. Оскорбление, да? Вызывает противодействие или действие какое-то. Там, если это оскорбление, забрать ребенка и уйти в другое безопасное место. Либо противодействовать тому, что сейчас звучит. И вот здесь вот разум, конечно, разум играет важную роль. Это значит, что наша эмоциональная реакция на ситуацию в большей мере зависит от того, как наше сознание интерпретирует эту ситуацию. Как мы ее воспринимаем. Например, физические ощущения, которые испытывает человек при погружении в воду. В падении те же самые ощущения. Человек погружается в воду. В падении те же самые, когда он падает. Но погружение в воду порой вызывает удовольствие, а падение... А падение нам не нравится. Совершенно различная наша эмоциональная реакция на одни и те же испытания. На при погружении в воду и падение. Совершенно другая реакция. Если наше восприятие нарушено, то наши эмоциональные реакции будут ошибочными. Прям ошибочными. Собака лает, человек раздражается. У собаки вообще не было никакого желания тебя раздражать. Что в тебе раздражается? Или соседи громко смеются, хохочут. Время вечернее. И у нас есть эмоциональная реакция. Но они не для того, чтобы ты разгневался это делать. Они просто не взглянули на время. Может быть не учли это время. Но специально похохотать у тебя под окнами у них нет желания, что именно у тебя похохотать под окнами. И кто-то нормально относится к этим вещам, более спокойно. А у кого-то это вызывает эмоцию. Опять эмоцию. Более того, хочу сказать. Однажды задействованные силой обстоятельств, они могут в результате многократных повторов будут вызывать даже сходные ситуации. Мы будем с вами видеть, что человек попадает в одну и ту же ситуацию. Можно чувствовать смущение при воспоминании, которые испытали. Стыд, неудобство. Даже, вот заметьте, что даже если это было очень давно. И тем не менее, когда всплывает конкретная ситуация, мы вспоминаем чувство стыда, чувство неудобства, чувство вины. Вот такие повторяющиеся ощущения, особенно когда они вызывают физическую реакцию. Физическую реакцию. Необходимость эмоциональной реакции на внешнее воздействие, душевной или физической, это часть вообще жизненного процесса. Мы реагируем, душа реагирует. Определенный уровень эмоциональных стрессов или давления, например, также необходим, как физические усилия, потому что мы с вами не в оранжерее. Точно, это включает в себя и даже неправильный опыт эмоциональный. Но только при определенных давлениях, неудобствах, это может вызвать реакцию. Если собака не лает, мы не знаем, что у нас есть раздражение. Если соседи до утра песни не поют, мы тоже этого не знаем. И можно подумать, что с нами все нормально. Никоим образом, кстати, вот кстати, никоим образом нельзя сказать, что все случаи неприятных эмоций, они вредны. На самом деле, горе, разочарование, неудача, отказ, страх могут побудить человека к определенному действию, к поиску и привести к успеху. Кстати, так часто бывает. Но, тем не менее, если сам стресс, если уровень неудачи, уровень отказа, уровень горя превышает способность человека совладать с ним, то вот это и может привести к расстройству, к повреждению с длительным эффектом. И это может как раз стать открытой дверью для физического повреждения. Давайте с вами, знаете, посмотрим на симптомы. На симптомы при эмоциональных расстройствах. Интересная тема. Раненые чувства, чувства уже ранены, они уже ранены. Нельзя распознать так же просто, как физические порезы, там синяки, да? Хотя они существуют в действительности. И последствия таких эмоциональных расстройств, они отражаются на поведении человека. Обязательно отражаются. Давайте посмотрим, как. Наличие сильных эмоциональных реакций или ответных действий. Ну, оправдывающих их, да? Например, переполненный страхом человек может бояться вообще всего на свете. И может быть обеспокоенным в обычных условиях, даже не осознавая причины страха. Если это есть в жизни. Переполненный страхом человека. Псалом 52-й об этом говорит. Они были наполнены страхом, где не было ничего, чтобы страшиться. Знаете таких людей? Они по любому поводу боятся. По любому поводу. Потому что уже есть раненое чувство. Страх однажды открыл себе дверь. И вот такая реакция. Человек объят страхом даже там, где страшиться вообще нечего. Чувства, основанные на действительно пережитых событиях. Которые могут вызывать боль чрезмерную. Например, чувства, которые ассоциируются с крушением, неприятным для каждого. Для некоторых они, кстати, крайне болезненны. И они способны искалечить физически. Внимли мне, услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь. От голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они взводят на меня беззаконие. И в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне. Смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня. И ужас объял меня. Кому-то знакомы эти переживания. Когда голос врага, голос притеснителя. Которые бесконечно возводят хулу, возводят вражду. Это Псалом 54. Мы прочитали сейчас отрывок. Поэтому чувства, они основаны на действительно пережитых событиях. И сопровождаются чрезвычайной болью. Даже, кстати, при исповедании. Люди начинают плакать, вспоминая эти вещи. В некоторых случаях чувства подавлены. И человек как бы проявляет неестественную такую безмятежность, равнодушие. Может быть даже апатию. Это происходит, если эмоциональная ноша настолько тяжела. И по сути, она должна причинять серьезное беспокойство. Но реакция, как ни странно, или отсутствует, или незначительная. Мы знаем такого человека, служителя, очень помазанный служитель. И он рос вот в таком вот состоянии, где чувства его постоянно были. Чувства подавлены, плюс постоянный страх. Отец, мать избивал. И дети это наблюдали. У него была младшая сестра. И потом он ее выкинул в окно. Это нам на семинаре рассказывали. И пошел ее добивать. А когда милиция потом стучалась в двери, отец держал нож у его горла. Ну, через некоторое время там сбежал по балконам. А он вот со своей сестрой, обкаканный весь. И вот у него такое вот чувство было. Чувство боли. Очень сильное боли. И он подавлял свои эмоции, чтобы не попадаться отцу на глаза. Он подавлял свои эмоции, он не плакал в его присутствии. Ну, это крайние, конечно, моменты. Но это как пример нам понять, что в некоторых случаях все чувства подавлены, если чувства подавлены, они обязательно выстрелят потом. Мы рассматриваем с вами симптомы при эмоциональных расстройствах. И это не такие вещи легковесные. Мы видим глубинное поражение. Как мы с вами говорили, поломанную ногу мы видим. И это вызывается страдание. Поломанное сердце. Кто может восстановить поломанное сердце? Проблемы в области личных отношений. Ну, такие как доминирующая, такая преобладающая, собственническая позиция. И с другой стороны, что происходит? Крайняя зависимость. Очень часто, если по роду нет алкоголиков, и доминирующая жена, мужчина начинает пить. Но если его отец пил и дед пил, то причина не в жене. Но доминирующая, преобладающаяся, такая собственническая позиция. Может быть, крайняя эгоцентричность. Человек счастлив только тогда, когда внимание всех сфокусировано на нем или согласовано с его чувствами. А если нет? Или может быть такая сверхчувствительность и постоянная там неудовлетворенность, желание, желание понравиться другим, неспособность сказать нет на запросы и требования окружающих. Характерным является вот то, о чем мы сейчас вот в этом пункте говорим, трудность любить или принимать любовь. Неспособность устанавливать или поддерживать настоящую дружбу. Любить или принимать любовь, или даже привязанность принимать. Люди порой считают эти вещи лишними. Лишними. Есть чувства, а есть, знаете, такое бесчувствие. Бесчувственные люди. И это неспроста происходит. Проблемы, постоянно повторяющиеся в личных отношениях. Страх, чувства, основанные на пережитых событиях. Наличие сильных эмоциональных реакций. Это может вызвать человека, сделать человека бесчувственным. И тогда чувства другого абсолютно не волнуют. Этот человек, как он говорит, я же правду сказал, он рубит, невзирая на то, что другой человек почувствует. Это можно было бы обсудить и более детально, но я думаю, это понятно, что такое бесчувственный человек. Вот эта вот жестокость в освобождении своей правоты, порой, жесткая подача, которая вообще не согласует свои действия и свои слова с тем, что будет чувствовать человек. Давайте мы на этом остановимся, потому что мы уже 37 минут. Мы продолжим в следующий раз. Симптомы важно знать, чтобы понять. Даже если человек не может принимать любовь, не может дружить, это уже о чем-то говорит, что есть с чем разбираться. Хорошо, давайте скажем аминь. Если всем все понятно, то о чем мы с вами говорим, давайте скажем аминь. 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 Очень интересная тема в рамках нашего курса. Аминь. 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 Слава Богу. Аминь. Хорошо, дорогие. Да. Радуйтесь всегда, радуйтесь. Переходим в состояние радости, восстанавливаемся, потому что серьезная тема, ему понятно, что в это погрузились, анализировали что-то. Давайте мы с вами помолимся, и мы будем с вами служить друг другу. Мы продолжим пророчествовать. И, пожалуйста, включаем микрофон. КОНЕЦ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Например, представляют какие-то фундаментальные властные структуры, такие как религия, политика, экономика, военная сила. И человек может распечатать это видение для себя вот через эти образы, вот через это понимание. Но печать на челах рабов не делайте вреда, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Аллилуйя! Мы рабы Бога нашего и на наших челах. Есть такая печать. На наших руках есть такая печать. Когда мы поднимаем руки, просим у Бога, он наполняет нас, потому что Иоанн, Иоанн, он брат наш, он член семьи Божией. И если Господь дает ему такие уникальные переживания и откровения, то он даст и нам. Давайте скажем Аминь. 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 Хорошо, дорогие. Аминь. Аминь. И мы начинаем сейчас пророчествовать. И я попрошу некоторых людей сделать это для команды. А, кстати, Галина Крисанова, скажите пару слов нам. Просто несколько раз. Я говорю. Аминь, Галочка. Аминь. Я благословляю всех вас. Аминь. Это вот как раз из этой серии, что не было голоса и стало. Почему? Потому что, ну, кто вы? Немощи и болезни, и кто мы? Глаза Господа. Аминь. Слава Богу. Мы рады за вас, Галя. Мы рады за вас. Я попрошу сейчас Ларису Пчелинцеву и Марину Кузнецову друг за другом пророчествовать для команды. И мы уже молились, и Господь уже вкладывал поток, пророческий поток в наши сердца. И зная о том, что пророчество – это та вещь, которая записана, должна быть, проанализирована, сверена с Писанием, чтобы мы не неродели этих пророческих словах высвобожденных. Потому что даже переслушивая, просто переслушивая, мы можем взять из этого пророческого слова такие мощные обетования для себя, что это вообще поменяет жизнь человека, вообще курс его поменяет. Поэтому не оставляйте никогда пророчество без внимания. И, пожалуйста, Лариса, можно начинать. Лариса Пчелинцева. Алло, повторите, пожалуйста, мне задание, мне звонили. Мы пророчествуем. Пророчествуем сейчас в команде. Ага, аминь. И затем Марина делает то же самое. Затем Марина делает то же самое. Ныне прославится Сын Человеческий. Вас, дети мои, потому что вы во мне и я в вас. И я творю дела новые. Я воздвигаю, воздвигаю новое, новые территории и возвышаю вас на эти территории. Эти территории, они являются территорией моей славы, горы моей славы. И каждый из вас, это гора, гора и слава моя. И я очень хочу, чтобы вы двигались в направлении славы, радости, веселья, танцуя и ликуя, потому что для вас очень большая привилегия. В моем сердце отдельное место. Вы занимаете особую позицию. И я благоволю к вам. И я одеваю на каждого из вас разноцветные одежды. Благоволение моего. Ликуй, ликуй, дочь Сиона, ибо царь твой грядет. Аминь. Аминь, аминь. Лариса, продолжите для кого-то персонально. Аминь. Для Гали Крислановой. Доченька моя, ты победитель. И ты идешь, идешь, и мы с тобой идем, потому что я веду тебя. Я веду тебя в долину изобилия. В землю, где течет молоко и мед. И я покажу тебе великое недоступное. И ты познаешь. И ты извлечешь из ничтожного драгоценное. И ты будешь показывать людям направление. Ты будешь видеть. Видеть алмазы, изумруды. Ты будешь видеть то, что я показываю. Потому что я сейчас помазываю твои глаза. Открываю твои уши и сердце. И направляю свой взор на тебя. Аминь. 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 Спасибо, Лариса. Если есть еще, можно продолжить. Спасибо, нет. И пожалуйста, Марина. Аллилуйя. Всех приветствую. Господь говорит, дети мои, сыновья и дочери. Очень важно, чтобы ваши сердца были очищены. И не имели никакой боли, никакой печали. Чтобы вы находились в полноте моей любви. И я пропитываю вас своей любовью. Принимайте эту любовь. Эта любовь моя, она очистит вас, осветит, убелит. И сделает способными любить и передавать эту любовь. Расширит ваши сердца, расширит ваше познание обо мне. И сделает вас способными передавать то, что я вкладываю в вас. Потому что вы не для себя приобретаете спасение. А для того, чтобы те, кто вокруг вас, были привлечены моей любовью через вас. Аминь. Вау. Вау. Аминь. Давайте скажем, аминь. 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 Еще, Марина, пожалуйста. Кому-нибудь персонально. Я не знаю. Я просто никого не знаю. Как бы сейчас посмотрю. Вот это и хорошо, что никого не знаю. Аллилуйя. Оля Салина. Господь говорит. Дочь моя, я взираю на тебя. Я смотрю на тебя. Как ты изменяешься в мой образ. Как ты. Твое сердце, оно жаждет. И вопьет ко мне. И кричит ко мне. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я отзываюсь тебе, дочь моя. Я вкладываю в тебя мое видение, мое знание, откровение. Но больше всего я люблю тебя. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Ты красавица. Ты умница у меня. Ты самая лучшая у меня. Дорогоценная жемчужина. Мой цветочек. Посаженный в райском саду. Я любуюсь тебя. И смотрю, как твои цветы поднимают свои головы к солнцу. Когда я направляю свои лучи любви, свои любви к тебе, и ты отзываешься на мою любовь. Мне так это нравится, говорит Господь. Аминь. Аминь. Огромное спасибо, Марина. Большое спасибо, Мариночка. Я принимаю. Аллилуйя. Мы все принимаем. Так хочется такого пророческого слова себе. Скажи, я беру это. Давайте скажем, я беру это. Я беру это. Да. Да. Аллилуйя. Мы берем это. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. И, пожалуйста, Татьяна Мамонтова, пророчествуйте для команды. Аллилуйя, Господь. Слава. Слава. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Так говорит Господь. Я ввел вас на эту площадку, в эту группу. Тех, кто искренне желает моего слова. Тот, кто желает познать, стремиться напитаться. Новым познанием, новым откровением, новым пророческим словом. И вы правильно делаете, правильно делаете, что крепко уцепились за это пророческое слово, потому что оно как светильник. Оно как светильник светит. Светит переди вас. Светит переди, сияет в темноте. Я как свет, я иду переди вас. Я прокладываю на путь. Вы издеваетесь, вы идете вперед, потому что я ваш Бог, потому что я ваш свет. Я вас... Аминь. Аминь, аминь. Спасибо, Таня. Давайте скажем аминь. 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 И персонально, пожалуйста, Таня. Персонально я хочу сказать сейчас, увидела Ларису, когда она в самом начале молилась, сколько много было радости, сколько много было от нее, просто излучался свет. И я увидела ее, как сильное дерево, с такими сильными корнями, с таким сильным стволом, которые корни, они просто углубились в землю. Эти корни, они достают так глубоко, что достали источник. Источник той живой воды, источник чистой воды, которая глубоко внизу. И так говорит Господь для Ларисы, дитя мое, милая, я люблю тебя, поднимайся все выше и выше, небеса на тобой раскрыты. И я просто тебя заливаю дождями, заливаю, корень твой укрепляется, листья твои укрепляются, насыщаются, ветви тянутся ко мне. И я люблю тебя, доченька моя, я обогреваю тебя, своей любовью, своим светом. Аллилуйя, Лара-Вара-Катери, душа исцеляется, насыщается твое тело, и все в гармонии. Я твоя поддержка, я твоя опора, аминь. Аминь, аминь, замечательно. Это просто замечательно, спасибо. Татьяна, я даже увидела этот дождь, который на Ларису изливается, как на дерево. И вот эти вот все листочки, они омытые, они такие чистые, они такие блестящие. И вот эти вот капельки с этого листочка еще и капают, омытого дождя, смывшего всю пыль, смывшего и обновившего вот этот листок. Он яркого, насыщенного цвета, он, главное, такой толстенький, он напитался. Так и хочется, как с дерева жизни, сорвать этот листок и прям съесть его. Настолько они красиво выглядят в духовном плане. Замечательно, огромное спасибо. Дорогие, у нас есть еще возможность одному человеку высвободить слово. Оль, можно, это буду я? Да, пожалуйста, Екатерина. Просто у нас сегодня девочки, мне кажется, Лариса с Мариной в центре внимания, потому что еще в самом начале, когда мне Бог показал определенные картины, я спросила, для кого он сказал, для того, кто с Ларисой. Но я почему-то сразу поняла, что это Марина. Марина, для вас, у меня прям ладошки потеют, как Бог хочет вам сказать. Знаете, не всегда камни, которые сыпятся с горы, это разрушение. Иногда это отсечение лишнего. И Бог мне показал такой густой-густой лес сверху. И в этом лесу в глубине стоит царство. И он говорит, что очень часто в глубоком лесу, в густом лесу не видно царства. То есть человека как царство. Но он с высоты видит это царство. И для него это царство огромная ценность. И он очень хочет, чтобы вы ценили себя так же, как он ценит вас. Потому что вы для него прям великая-великая ценность. Вот так вот. Аминь. 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 Давайте скажем аминь. 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 Это невероятно. И у нас еще есть время. У нас еще один человек может пророчествовать. И кто это? Скажите. Кто будет этим человеком? Или Катя продолжит? Ну пока у меня ничего больше нет. Хорошо. Кто хочет пророчествовать? У кого есть желание, но кто стесняется, смущается? Давайте я, Оля. Хорошо. Хорошо. Лена Зорина. Я вот слушала сестер эти пророчества, и у меня так же появилась картина. Она, я очень люблю деревья, и продолжение того, что говорила, говорила сестра про деревья. В 66-й Псалом мне напомнил Господь, земля дала плод свой. И я вот яблоню увидела, и я понимаю, что это Господь к нашей команде говорит, что лучи солнца, они на яблоню сначала с одной стороны светят. Яблоня поворачивается вся, и на ней такие наливные яблочки, вообще шикарные яблочки, румяные. Потом солнце лучше с другой стороны светит, и яблонька к ней поворачивается. И Господь говорит, вы поворачиваетесь к моему теплу и к моей любви, которую я изливаю на вас. И спеете, и производите плод, плод, это, зреет плод от моего тепла и от моей любви. И вот эта роскошная яблонька из такими плодами, это наша команда, это так мне Господь сказал. Аминь. Лена, это прекрасно. Давайте скажем аминь. 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 Огромное спасибо, команда. Мы завершаем. Мы завершаем наше служение. Доброго и плодотворного остатка недели вам всем. Шалом, шалом, шалом. Доброго и плодотворного остатка недели вам всем. Шалом, 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 шалом.